Здравствуйте! Следственный комитет России отмечает девятую годовщину создания в качестве самостоятельного ведомства. 15 января 2011 года Следственный комитет был выделен из состава Генпрокуратуры. Сегодня у нас в гостях первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Александр Сергеевич Безукладников. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Скажите, 9 лет – это достаточно большой срок. Что за это время изменилось? Ну и немножко, может быть, в двух словах вообще о функциях Следственного комитета. Ну, добрый день, Владимир. В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2010 года, который вступил с 15 января 2011 в силу, мы начали существовать. Еще в докладной записке к проекту федерального закона было указано, что функционирование Следственного комитета вне системы органов прокуратуры создаст условия для более эффективной работы как органов прокуратуры, так и следственных органов. Я вот не знаю, не могу четко для себя определить, почему существует прокуратура, почему существует Следственный комитет, следственные органы, чем они занимаются. Если это не является какой-то государственной тайной, вы на пальцах объясните нам, а телезрителям. Это будет очень интересно. В разрезе той же пояснительной записки, которая изначально была к федеральному закону, на сегодня, по прошедшему времени, мы как раз можем уже констатировать именно эту эффективность. Тогда она прогнозировалась, сегодня мы уже констатируем, действительно. В настоящее время Следственный орган занимается непосредственной организацией расследований. Наша основная задача – это качественное оперативное расследование предварительных преступлений. Функция прокуратуры – это уже осуществлять надзор за тем, как это расследование осуществляется. И тем самым они не отягощены самой организацией расследования. И на данный момент мы действительно сегодня видим эффективность вот этого разделения. Каждый занимается своим делом. А конечный итог – это все-таки, чтобы преступления у нас расследовались. И тот основной принцип, который у нас существует в законодательстве, или вы самостоятельные органы, прокуратура отдельно, Следственный комитет отдельно. Вот как вы взаимодействуете? В двух словах буквально. Нет, функции на самом деле у нас разные. Мы как организаторы и производства расследования, а уже прокурор непосредственно осуществляет надзор за тем, как проводится расследование. То есть можно сказать, что Следственный комитет был создан для усиления расследовательской деятельности в том числе. Потому что, насколько я знаю, Следственный комитет занимается особо сложными, особо тяжкими, или, может быть, такими делами, в которых следователи зашли в тупик. На самом деле так? Основная цель – это все-таки уделить, не отягощаться иными какими-то несвойственными функциями, а заниматься непосредственно, конечно, расследованием. Когда занимаешься только этим, естественно, повышается отсюда качество, сокращаются сроки расследования, появляется эффективность и возможность в том числе заниматься теми делами, как называются, делами прошлых лет. А можно вот, может быть, один, два, там три примера привести? Было бы интересно, но вот за это, может быть, десятилетия, девять лет, которые занимались, может, какие-то громкие были дела, в которых тоже участвовал Следственный комитет. Знаете, на самом деле очень много примеров, которые, вот, наверное, они у нас происходят ежедневно, когда преступления прошлых лет, действительно, дела десятилетиями были не раскрыты, но с учетом новых технологических возможностей, криминалистических возможностей, экспертных возможностей, которые в настоящее время эффективно внедряются в нашу практику и внедрены, раскрыто большое количество именно дел прошлых лет. То есть, Следственный комитет еще и занимается как раз вот этими делами, да, которые, к сожалению, были не раскрыты в предыдущие годы. И тоже, наверное, не случайно был создан Следственный комитет, потому что, видимо, эти дела, такие дела были, да? Они были, они всегда будут, да? Да, эти дела действительно были. Это совершенно не значит, что раньше кто-то хуже работал, либо это, естественно, развивается общество, развивается технология, развивается наука. И просто Следственный комитет как двигатель этого вопроса мы внедряем, внедряем, внедряем все возможные последние достижения науки и техники. А можно сказать, что у вас база наиболее качественная, наиболее современная из всех, ну, скажем так, силовых структур, да, полиции, прокуратуры? На сегодня я могу действительно, то есть, даже, как говорится, без всякого там стеснения, да, наверное, хвастаться, конечно, нехорошо, но сказать, да, действительно, материально-техническая база, именно связанная с непосредственной работой в расследовании преступлений, с выездом на место, проведившись с его организацией, конечно, она действительно очень классальная. Ну, и у вас сотрудники, следователи занимаются не только расследованием непосредственно, да, но и профилактической работой. Вот можно об этом тоже сказать? Пару слов. Ну, основное, это, конечно, когда по завершению расследования при выявлении причины условия совершения преступления следователь носит представление. Но мы этим не ограничиваемся. Всевозможное количество у нас других мероприятий и форм по профилактике. Ну, давайте просто элементарно возьмем за последнее время это проблемы со снюсами. Это проблема с детским травматизмом на аттракционах, с горками. Вот везде в данных мероприятиях, помимо того, что мы в процессуальной призме разбираемся, мы смотрим еще и социологические обстоятельства, социальные обстоятельства, почему это связано с детьми и сиротами. И каждое наше разбирательство заканчивается тем, что мы инициативно обращаемся к губернатору Алтайского края, иные компетентные органы с инициативой. И мы там не просто констатируем проблему, а в том числе еще и предлагаем пути ее разрешения, по каким вариантам можно пойти. Всегда предлагаем наше непосредственное участие во всех мероприятиях мы проводим. И эти формы нашего взаимодействия, в своеобразной такой профилактике, находят свое отражение, как в принятии каких-то новых нормативных документов, фактов, либо непосредственно оперативных, где отработали, закрыли проблему. И в настоящее время уже общество может быть спокойным. В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы. Следственный комитет какие-то мероприятия тоже готовит, будет проводить? Вы знаете, величайшее вообще событие, тем более 75 лет Победы. Мы к этому мероприятию очень относимся серьезно. И мы не то, что готовим, мы уже проводим эти мероприятия. Начиная даже с прошлого года у нас идет интенсивная подготовка, запущены акции, запущены акции, как самим центральным аппаратом Следственного комитета. Это «75 шагов Победы», «Дорога памяти». И много еще других акций, которые на федеральном уровне. Мы сегодня управлением запустили другую акцию, мы ее назвали «Воин Победы». Это когда на наших служебных автомобилях размещаются фотографии реальных участников Великой Отечественной войны. И информацию о данных участниках нам представляют непосредственно наши сотрудники. Обязательным акцентом это идет, в каких боевых действиях принимал участие. Эта акция мы преследуем несколько целей. Помимо того, что это дань уважения нашим предкам, размещая в том числе информацию, о каких военных действиях, в каких боевых событиях, на каких фронтах принимал участие. Мы обращаем внимание молодое поколение, что эти события имели место быть. И волей-неволей молодые люди, другие, обратят на это внимание. Одновременно мы делаем ссылочку на наш сайт следственного управления, где будет уже более подробная информация о данном лице, именно о войне, победителе. Потому что мы сегодня говорим про победу. Александр Кириллович, ну можно поздравить коллег с наступающим праздником. Да, спасибо. Я в этот день сегодняшний хотел бы что пожелать. Следственная работа, она является одной из самых сложных, наверное. И коллеги здесь из других юридических направлений меня полностью поддерживают. Прежде всего хочу пожелать нашим сотрудникам, их семьям, близким это крепкого здоровья, ну и терпения. Удачи. Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Удачи вам, до новых встреч, потому что действительно ваша работа и опасна, и трудна, и очень интересна. Спасибо большое. Спасибо большое. Я напоминаю, что на вас в гостях был первый заместитель, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Александр Сергеевич Безукладников. Спасибо за внимание, до встречи. Продолжение следует...